Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, эта тема интересует сейчас всех и она рассмотрена в очень многих гайдлайнах и проанализировать их сразу все невозможно. У нас тоже был принят стандарт в этом году, который имеет те многие недостатки, которые содержатся и в этих вот перечисленных, которые я попытался как-то отразить и суммировать, вернее, в своем сообщении. Ну, в общем, мы наблюдаем глобальное увеличение количества больных раком щитовидной железы и у нас в стране это объясняется простой причиной, у нас был Чернобыль, но в тех странах, где он не был объявлен, наблюдается точно такое же количество роста больных раком щитовидной железы, как и у нас. Я вот не знаю, куда точкой нажимать здесь, где здесь точка, чтобы обозначить. Это вот доктор Крамер показал, что в период с 73-го по 6-й год количество больных раком щитовидной железы увеличилось на 357%. У нас в клинике за тот же период, у нас в городе за тот же период и в нашей стране за тот же период количество выросло примерно тоже в 300 раз, хотя это, еще раз говорю, объясняется Чернобылем. Говорят, что увеличение обусловлено применением ультразвукового исследования, пункционной биопсии. Да вот Крамер показал, что это не так, раз тут количество увеличилось всех опухолей, не только микрокарцином. Дальше, что включает предоперационные исследования как стандарт? Это при наличии узловых образований в щитовидной железе, вы здесь видите УЗИ, гормоны, ларингоскопия непримерно на всех больных. А вот остальные методы, они не носят характер обязательного. Дальше, центральная лимфоденоктомия, то есть удаление шестой группы лимфоузлов, когда она выполняется. Ну, у большинства больных рекомендуется, в большинстве гайдлайнов использовать регулярно у всех больных, исключением составляет только те пациенты, у которых опухоль маленькая, Т1А или Т1, то есть до 1 или 2 сантиметров. И имеется доказанное отсутствие метастаза в лимфатических узлах, что сделать, конечно, не очень просто. Если же речь о других размерах рака щитовидной железы идет, то вы видите, что применяется она у всех людей, которые старше 45 лет, хотя я не знаю, чем 46-летняя отличается от 45-летней, но тем не менее, мультицентрический рак щитовидной железы и тот, который выходит за пределы щитовидной железы, это Т3 и Т4. Естественно, что если есть доказательства, еще раз могу сказать, наличие метастаза в лимфоузлах, конечно, центральная лимфоденоктомия должна выполняться. Но тут есть некоторое, как бы сказать, самообман, потому что если вы посмотрите стандарты лечения больных раком щитовидной железы детей, то там предлагается выполнять всем детям тиреоидектомию и всем выполнять центральную лимфоденоктомию. Объясняется это тем, чтобы потом повторно не оперировать, если пропущены метастазы рака щитовидной железы. То есть у детей это допускается, а взрослых нет, получается, так что ли? И то же самое касается объема операций на щитовидной железе. Тиреоидектомия допускается, то есть выполняется всем, за исключением больных с размерами обхоли Т1. Причем после обсуждения этой проблемы с пациентом, потому что мы должны объяснить пациенту, какие преимущества имеет тиреоидектомия и какие она имеет недостатки. И если больной согласен на то, что мы не сможем контролировать распространение рака щитовидной железы после оставления ее половины по уровню тиреоглобулина, тогда мы удалим всю железу, если больной на это согласен. Боковая лимфоденектомия выполняется только лишь при подтверждении наличия метастазов в 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю группы лимфатических узлов. И хотя с другой стороны имеется доказательство того, что при наличии метастазов в центральной группе лимфатических узлов имеются метастазы в боковые лимфатические узлы в 30, 40 и даже 50% наблюдений. Тиреоглобулин в крови – это то исследование, которое помогает нам иметь с вами какой-то объективный фактор, подтверждающий необходимость поиска метастазов региональных и отдаленных. И проводится он раз в 6-12 месяцев в зависимости от того срока, который прошел после хирургического вмешательства. Что касается лечения беременных женщин, в которых обнаружен рак щитовидной железы, на протяжении всей беременности корригируется Т4 и ТТГ с учетом особенностей уровня тиреотропного гормона вообще у беременной женщины. Операция предлагается на 20-24 неделях гестации по общим стандартам. Кроме того, у всех новорожденных приказом Министерства здравоохранения нашей страны необходимо определять уровень тиреотропного гормона на протяжении, не ранее, чем через неделю после родов, но у всех. Потому что уровень гормонов щитовидной железы в значительной степени определяет развитие и в том числе мозга ребенка. Но вот это такие общие положения. Вот эти общие положения трактуются совершенно по-разному, разными ассоциациями и в разных странах. Вот японцы считают, что при Т1 можно выполнить гематериодектомию. У всех больных центральную и боковую лимфоденектомию радиоотерапия не применяется. В клинике МИО при Т1Н0 выполняется тиреодектомия двухсторонняя, центральная, лимфоденектомия радиоотерапия не применяется. Институт Густава России под Парижем. Тиреодектомия центральная плюс боковая лимфоденектомия радиоотерапия выборочная. То есть тогда, когда имеется значительное распространение опухоли за пределы железы, я имею в виду множественные метастазы. В Австралии тиреодектомия, односторонняя, центральная лимфоденектомия и радиоотерапия у всех больных с Т1. Примерно такая же тактика предпринимается в Мемориал Слоан Кэтрин Центр в Нью-Йорке, где работают Джатин Ша и Шок Шаха, которые определяют хирургическую тактику. Когда речь идет о хирургическом лечении, вот создается стандарт американской тиреодной ассоциации. Дальше вот эта самая ассоциация рекомендует центральную лимфоденектомию выполнять лишь в группе пациентов раком щитовидной железы высокого риска. Вот огромную работу сделал Ян Хей и его команда. Они изучили 3000 больных с Т1, которые были оперированы с 1945 по 2004 год. Больше такого материала даже близко, ни у кого нет. И что они, к какому выводу пришли? Ян Хейн, наверное, довольно всех хорошо знает. Он приезжал неоднократно к нам, справа внизу первый. Каким выводом он пришел? Что радиоиодтерапия не влияла на частоту рецидивов и отдаленных метастазов в карцином. При этом у больных после радиоиодтерапии метастазы в шейной лимфоузлы выявлялись чаще, чем только после адекватного хирургического лечения. Это обстоятельство, конечно, не могло и не может учитываться в рекомендациях клиники МИО, где применяют тиреоидектомию, центральную лимфоденоктомию и боковую лимфоденоктомию только при клиническом, ультразвуковом или интероперационном обнаружении региональных метастазов во второй-пятой группах. А показаниями к терапии радиоиода является повышенный уровень тиреоглобулина. Другие признаки наличия отдаленных метастазов и в группе высокого онкологического риска. Но к таким же выводам пришла Европейская ассоциация, которая отметила, что исследование результатов применения радиоиода у 7000 больных раком щитаидной железы показало рост солидных опухолей в других органах, так и лейкемии. Поэтому надо к этому относиться, осторожно применять только тем больным, кому это необходимо. Такого же мнения придерживается и Джатин. Что касается рекомендаций наиболее авторитетной Американской тереоидной ассоциации, все больные Т3 и Т4 при третьей и четвертых стадиях рака щитаидной железы получают радиоиод терапию. И все больные второй стадии, которые старше 45 лет. Не показано при Т1 и в возрасте до 45 лет при Т2. Рак щитаидной железы. Какие здесь особенности, рекомендации? Ну вот, я уже говорил об этом всем. Тереодиктомия при раке щитаидной железы любых размеров опухоли. Центральная лимфоденоктомия для профилактики рецидивов и метастазов в шестой группе. У нас в этом смысле, мы анализировали огромный материал, почти 2000 наблюдений рака щитаидной железы у детей. Это самый крупный материал в мире. Какие основные дискуссионные вопросы сегодняшнего дня касаются диагностики и лечения больных раком щитаидной железы? Конечно, это ранее диагностика фолликулярного рака, профилактическая лимфоденоктомия, обоснованность использования абляций радиоидом при Т1, выбор объема операции при местной инвазивном и, конечно, анапластическом раке щитаидной железы. Я не буду остановиться на этом еще один раз, потому что хочу привести некоторые данные по динамике частоты послеоперационных осложнений, которые позволило показать, что результаты работы той техники хирургических вмешательств, которые применяем в нашей стране, достаточно эффективны, потому что они лучше, чем, скажем, в Соединенных Штатах. Теперь, почему так часто боятся выполнять центральную лимфоденоктомию? Так часто, как этого требует рекомендации, ассоциации, потому что предполагается, что при выполнении центральной лимфоденоктомии чаще повреждаются возвратные гортанные нервы и нарушается кровообращение в околощитовидных железах. Вот хорошая техника хирургического вмешательства показывает, что это не так, а, как вы видите на этом слайде, даже наоборот, если вы сразу настроены на центральную лимфоденоктомию, это заставляет находить возвратный нерв, сохранять его, так же, как и кровообращение околощитовидных желез. Еще один важный вопрос касается алгоритма лечения больных инвазивным раком щитоидной железы. Вот точка зрения Маккафри. Он предпочитает выполнять бреющие резекции аэродегестивных органов, если опухоль врастает в них и выполняет циркулярные резекции трахеи пищевода, горта, неглотки, только при вырастании к арциному просвет этих органов. И нам кажется, такая ситуация, такая рекомендация более рациональная, потому что мы, исходя из собственного опыта, 231 комбинированная операция у таких больных, показала этот опыт, что выживаемость больных после циркулярных вмешательств, пятилетняя, вот составила 35,7%, а десятилетняя 7% больных. Это дифференцированные формы рака, я имею в виду папиллярный, фолликулярный и медулярный. А после органно-сберегательных операций, то есть после выполнения бреющих резекций и боковых резекций органов трахеи пищевода, о которых я говорил, 5- и 10-летняя выживаемость составила 80 и 76%. Соответственно, кроме того, те больные, которые перенесли циркулярные резекции, это те пациенты, которые уже перенесли все, что можно. Было и в итоге они остаются с гастростомой и полной трахеостомой. Это не лучшие качества, не лучшие качества жизни. Теперь буквально три слайда по поводу тех стандартов, золотых стандартов, которые существуют в наше время, и связи тех стандартов с нашими российскими работами, наших российских праотцов хирургии щитовидной железы. Вот Николай Иванович Пирогов, мне кажется, установил три стандарта. Еще первый, который из них был установлен в 1831 году, когда ему было всего лишь 20 лет. Он показал, что тиреоидектомию надо выполнять только после перевязки верхних и нижних щитовидных артерий. Второй, в 1847 году он впервые в мире выполнил удаление щитовидной железы под общим обезболиванием. Это еще один стандарт. И, наконец, возглавляя завод медицинских инструментов здесь, в Санкт-Петербурге, он сделал, как вы видите слева внизу, набор для себя лично, в который входили зажимы с замками, что в Европе было сделано, по-моему, лет на 20 позже. Еще один стандарт, который стал золотым в настоящее время, в 21 веке, это струмоктомия, техника струмоктомии, предложенная Александром Алексеевичем Бобровым, московским профессором, заведующим кафедром факультетской хирургии университета. Он потребовал, чтобы каждая операция в его клинике с 1893 года выполнялась под визуальным контролем возвратных гортанных нервов. Вот это написано в первой диссертации в России по ЗОБУ, выполненной Николаем Федоровичем Лежневым. И еще несколько стандартов, ставших золотыми в настоящее время, ввел Разумовский Василий Иванович, который показал, что уточнять характер опухоли на шее можно и нужно с помощью пункционной и экстезионной биопсии. И опубликовано это было в 1903 году. И только через 27 лет была рекомендована Мартином пункционная биопсия в 1930 году. Еще один золотой стандарт, он требовал, чтобы у каждого больного, который идет на хирургическое лечение по поводу болезни щитовидной железы, выполнялась предоперационная ларингоскопия. Стандарт в наше время, золотой. И еще один стандарт, в этой же книге в 1903 году, он описал классические морфологические признаки медулярного ионопластического рака. Он называл ее мозговой рак, ну медулярный, мозговой, одно и то же. Прошли еще многие годы, даже 44 года, прежде чем это рекомендовал, эту номенклатуру вел профессор Дреннер. Таким образом, значительная часть золотых стандартов диагностики и лечения больных раком щитовидной железы были заложены русскими хирургами на десятки лет раньше, чем это было сделано в других странах Европы и Азии, и Америки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...